Александр Михайлович Побегалов, главный тренер команды «Шинка». Александр Михайлович, заключительная сегодня пресс-конференция после домашнего матча в этом году. Мы с этих слов начали сегодняшнюю установку, что заключительная игра перед своим болельщиком, который нас сегодня пришли самые верные в такую погоду, который нас по осени поддерживал, терпел, наше становление, нашу игру. Мы сказали, что, ребят, мы задолжали болельщику и результатам, и качеством игры мы это понимаем. Давайте последнюю игру проведем от ножа. Старание было, качество, мне кажется, какое-то появилось во втором тайме. Во втором тайме, когда забили гол, и факел пытался отыграться, у нас появились те моменты, которые мы ждем, которые мы готовим, это ответные контратаки. Самое главное было результат сегодня, и проститься с болельщиком до весны на мажорной ноте. Тем более, вы знаете, что факел, пусть это разные составы каждый год, но традиционно за последние семь лет трудная команда для «Шинника». И, в общем-то, вы все увидели, но удалось тренерскому штабу факела, несмотря на сложности комплектования, которые они декларировали, собрать неплохой состав играющий. В этой команде есть выездные победы и над ротором, и в Сочи. Неплохая команда, тем более рады победе. Спасибо. Вопросы, коллеги? Ну, это, мы еще давайте не стесняйтесь. У нас уже в упомянули, появились моменты, которые пока остались нереализованы. В чем причина? В момент это были не один какой-то. Ну, как всегда, когда нет реализации, это мастерство. В конкретном моменте. А мастерство и входит, психологическая подготовка, умение хладнокровно распорядиться мячом – важный момент. Заранее могу объяснить, почему Гелаян вышел на только последние 30 минут. Он и в химках играл со сбитой температурой. То есть у него вечером была по приезду в Москву температура 37,1. До игры ее сбили. А последние три дня не тренировался и также занимались его лечением. А что такое, если это вирусная инфекция, выпуска человека? Тут никакой результат не нужен, здоровье важнее. Поэтому с разрешения врачей готовили его не более чем на 30 минут. А раз 30 минут, значит не с первых минут, а вот на усиление. И в частности, я считаю, что отчасти это сработало, нам это удалось. Несколько неожиданно было для факела появление Гелаяна с совершенно другой скоростью, чем мы обладали в атаке в первые 60 минут. Андрей, что случилось с тобой? Во-первых, не на первом ряду. Во-вторых, молчишь. Что случилось? У меня скотч в кармане. Савелик Хейч. А, Александр Иванович, причина вывода на такие запасы и стешина в основу? Как-то с чем было, скажем? По прощанию с боярщиками или по прощанию? Нет. Выход стешина на структуре, который... Нет. Ну, во-первых, он чуть, скажем так, провел больше тренировочного времени и вышел на определенный уровень. Это раз. Во-вторых, при всем уважении, а мы их действительно всех без исключения уважаем, в домашней игре пара Магадиев-Цкавребов, при организации начальных атакующих действий, при переходе со своей половины на половину соперника, не самый лучший вариант. Не получается у нас так называемый билд-ап. Знаете, что это такое, да? Начальная фаза организации атакующих действий. Все команды перешли на игру с участием, переход на половину соперника с участием активным, двух центральных защитников, опорников, иногда даже двух. У нас это не получается по причине, что, ну, скажем, не хватает мастерства и технической оснащенности у этих игроков. Они сильны другими качествами. Стешин все-таки в плане начала атакующих действий левоногий из позиции левого центрального защитника предпочтительней. Вот с этим было связано его появление. Ну и, в общем-то, нужно сказать, за исключением двух-трех моментов Женя провел качественную игру. Ну, он играл и на Сахалине, и бортового, и полузащитника. Мы его начинали использовать как защитника. Связано было с тем, что Паша Диабаль проделал сегодня большой объем работы, и я был рядом на бровке, и я чувствовал, что он, ну, сдувается, образно говоря, задыхается. И когда вы видели, появился Первушин, Паша сам понял, что это его, и он чуть ли меня не полугодорил, что он уже, ну, тяжело был. А гости начинали напрягать на этом фланге, тем более Илюха имел самошников карточку, надо было укрепить этот фланг, и с этим была связана замена. И Боша, он все-таки теперь получается, как бы изначально он был третьим, или теперь он переходит в второго вратаря? Вы знаете, что мы сегодня находились на лавочке практически с одним вратарем. У нас так получилось, но это... Такое время года Антипин умудрился подхватить что-то типа ангины, у него в горле появились признаки ангины, и он сидел в раздевалке всю игру, смотрел футбол по компьютеру. Поэтому Гошев, его можно поздравить с очередным нулем, то есть вторая игра у него на ноль. Те четыре минуты, помните, на ноль, и сегодня домашняя игра на ноль. Мы рады за парня, что он прогрессирует, и ждем выздоровления наших двух вратарей, Антипина и, конечно, Димку Яшу. В Москве он более плоднокровно играл, Гошев, а тут у него были моменты, он как-то... Выбив мяча, выбив мяча в основном был, но это... Над этим надо работать, и поле еще сложное. Молодой парень, и только начинает путь в профессиональном футболе, играл до этого все время в молодежном перенстве, его только надо поддерживать. И мы это будем делать. Всегда молчу, на тренировках тоже молчу. Да нет, у него уже голосок стал прорезываться, он сначала писклявый был такой, я говорю, ты с таким писком давай что-то делай, сейчас что-то похоже. Уроки были, или не слышно? Ну, какие-то помощи, комментарии? Ну, не все сразу, не все сразу. Конечно, руководить обороной надо, надо понимать очень хорошо игру, чтобы руководить. Поэтому он, видимо, ну, концентрируется больше на своих действиях, чем на руководстве обороны. У нас есть хороший, в этом плане, пример, лучший, я не помню, лучший Владимир Дмитриевич Чуркин, человека в воротах, играющего, который руководил. Правда, он после игры уходил, у него хрипело горло, но он так руководил, что ему самому минимум надо было в воротах играть, все делали за него защитники. Корнюхин, да, тоже, это последовательный. Я считаю, непревзойденный в этом Владимир Дмитриевич Чуркин. Александр Михайлович, вы поменили поле, вот как раз сегодня. Вот поскольку уже год закончился, поле, как качество его? Оно другое стало. Оно стало другое. Это надо спрашивать ребят. Ребята пока не могут его понять, не могут к нему привыкнуть. Что удивительно, что в гости я не вижу проблем у гостей с полем, а тут вот и сцепление немножко другое, и движение мяча другое, и тормоза другие. Еще хорошо подогрев в конечном итоге сработал, и поле более-менее отошло. Еще вчера на предыгровой тренировке бутсы стучали, вот так вот. Полем надо заниматься. Поле нуждается во многих вещах. Это не то, что его сделали, и все. И рация, и пескование постоянно, и пробивание, и на зиму подготовка с удобрениями. Им надо заниматься. И к тому, что вот если поле будет по весне, но хуже тем, как говорится, был, то не исключаете ли вы вариант, что воспользоваться искусственным способом? Ну, скорее всего, так и придется. К этому, в принципе, готовы морально покорить? 4 марта начало. Окей, это, наверное, обману сейчас? Да. Уже красивый фингал. Первая реакция. Сейчас он лед держит. Какой придет завтра с одним глазом или с двумя, это уже будет видно. Ну, я ему сказал, что ты вот сейчас уже похож на настоящего барнаульского парня. Обязательно надо это делать. Обязательно это надо делать. Насчет лучшей я бы поспорил. Мы сказали, да, кстати, я вот когда говорил, что мы задолжали болельщику и результат, и качество игры, кроме одной игры. Я думаю, что мы по-настоящему порадовали игрой Стамбул. И тактически грамотно сыграли, и воспользовались, и реализовали. И поэтому сегодня, ну, что-то похожее. И то не всю игру. И то не всю игру. Мельников в начале сезона от играл и пропал. Серьезная травма, которую лечит в Москве. Поэтому мы не смогли. Есть проблемы. Вот посмотрите, Шаймарданова нет, Мельникова нет. Мы рассчитывали на них, как на фланговых игроков. Вообще у нас манера игры такая энергозатратная, и фланговые игроки совершают большой объем работы. И всегда, когда есть возможность усиления, а сейчас вот циклы, да, через три дня на четвертый, всегда свежие люди, такие же квалифицированные, всегда помогут в ротации состава и поддержании высокого темпа игры. Самойлов, видите, сегодня немножко поднаелся. Поднаелся. И тут бы подсвежить, а не хватает. Не хватает в этом плане и Мельникова, и Шаймарданова особенно. И Шаймарданова есть качество флангового, хорошая передача, стандартное положение. Мельникова очень приличный удар. Мы так до него и не добрались. И скорость на фланге. Ну и низа, конечно, не хватает. Очень не хватает. А прогнозы появляются. А? А прогнозы? На весну. Естественно. С низа и у нас совершенно появляются другие варианты, то есть более разнообразная игра в атаке. Более разнообразная. Он непредсказуемый. Он непредсказуемый. Здесь надо смотреть, что у соперника. Что у соперника. Можете его выводить такого свободного художника, чтобы появлялся непредсказуемый где угодно. Так а в принципе он сегодня и вышел играть такого. Он и справа, слева был. Но когда он на фланге, он все равно обязан отрабатывать фланги. Да, да. А в центре он может больше. Опять же, надо смотреть наш состав и состав соперника. Где, какие скоростные качества, где совпадение скоростей, где несовпадение. Наш варианты. То есть, мы его и фланговым полузащитником использовали. И нападающим. В ряде игр нападающим у него не совсем получалось. А вот когда соперник нас начинает придавливать, мы играем в низком прессинге на своей половине поля, низкая оборона. Вот тогда, когда есть простор, дело хорошее. Нападающему будет еще лучше, если ему хороший последний, если поиметер как-то хороший появится. Чтобы ему выдавать хороший пас. Когда он появится. Плеймекер это вообще наша мечта. Камилов может вырастить? Может. Чтобы ему больше дисциплины, у него последние две карточки дисциплинарные. Хотя, вы знаете, я ему так прямо скажем напихал в перерыве матча в Химках. Надо было выпускать человека, который готовился выиграть, Олейникова. А потом он мне объяснил, я посмотрел еще очень внимательно этот момент. Судья поторопился с карточкой. Как и сегодня, мне кажется, такие легковесные карточки сразу в начале игры были. Это может быть эмоции, но мне показалось легковесные. Сразу родному, второму, самошников, я так и не понял, отложенная карточка. за что? Ворьба такая грубая с его стороны, что карточка. год заканчивается, кого бы вы могли сейчас потом сказать, когда про анализируют, а вот сейчас из ребят, кто сейчас в основном состав ходит, кого бы из молодых могли бы вы отменять? Из молодых самошников у него и подтверждающий высокий инстат, ну то есть оценки подсчетом инстата и в общем-то сегодня, кстати, у него день рождения самошников. Больше из молодых не получилось у нас Никулина использовать, как мы хотели его спартаковский футбол. Пока не получилось. Маскарашвили получил серьезную травму, тоже молодой техничный. Думаю, что будет прогрессировать и будем больше использовать Герасимова. Завтра, кстати, в 2 часа у кого есть возможность приходить, мы проводим двухстороннюю игру на искусственном поле с участием всех игроков молодежного состава, кто у нас заявлен по регламенту молодые футболисты, кто не уехал в Сочи на турнир и тех ребят, которые были в аренде в клубах 2-го дивизиона. Полные тайны по 45? Нет, я думаю, что 2 по 30, 2 по 35 максимум. Андрей, неужели ни одного вопроса? Сегодня нет. Почему? Поле все войдет. Коллеги, тогда спасибо вам за поддержку, за освещение нас в осенней части.